Губернатор Тверской области в преддверии Нового года поздравил пенсионеров из геронтологического центра с наступающим праздником. По сложившейся традиции глава региона обсудил с пожилыми людьми актуальные вопросы и планы на будущее. Учреждение основано в 1968 году. Оно рассчитано на 180 мест, в том числе для людей с инвалидностью. Перед праздниками здесь организуют мероприятия к Новому году и Рождеству. В актовом зале ежемесячно проводятся различные культурные мероприятия. Сами жители центра занимаются творчеством, выступают в составе ансамбля, делают сувениры. Очень интересно проводим время рисованием, чтением, смотрим телевизор, прогулку каждое утро. Во время традиционной встречи за чашкой чая губернатор обсудил с пожилыми людьми различные вопросы. Главной темой стала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Тверской области ведется строительство Ржевского мемориала. Игорь Руденя отметил, что монумент станет местом, где жители Верхней Волжи, гости из других регионов и стран смогут почтить память красноармейцев, павших под Ржево. Мемориал сделают филиалом Московского музея Победы на Поклонной горе. В музее у монумента создадут павильоны для медиапроектов, где будут демонстрироваться фотографии кадров военной хроники. У нас следующий год сами год памяти и славы, знаете, президент объявил. Мы, Тверская область, к этому относимся с особым, с глубоким пониманием и, в общем, даже не скроется внутренним волнением. Потому что мы понимаем, что у нас регион особенный, у нас есть Ржев. И нам этого большая честь. Мы, знаете, строим монумент российскому, даже не строим, российскому, советскому солдату. Представители старшего поколения поблагодарили губернатора за внимание и поддержку. Мы очень рады, что к нам губернатор приезжает. Вы понимаете, что мы здесь, 180 человек, очень благодарны ему за его внимание, за его такое доброе и теплое отношение к пожилым людям. Тем более, здесь люди больные и мы очень рады этой встрече. В настоящее время в Тверской области проживает более 370 тысяч людей старшего возраста. Для них в регионе действуют различные виды социальной помощи. Ряд услуг – социальный автомобиль, обслуживание на дому, прокат, средства адаптации, услуги юриста, психолога.